Да, так что мы сделаем Вы один раз теряете А, два раза Вода сегодня была чистая Иногда бывает, что-то нагонит Пена и мусор есть Тогда мы стараемся найти место, где этого нет Но труднее в воду заходить Нырнул и поплыл Ну, конечно А с чего ныряешь? С берега? С мостика Так что... Обжигает Обжигает, да Ну, главное, чтобы шока не было Нет, шока не было Хорошо, когда трое или двое Мы друг друга вдохновляем Ну, да, ну, конечно А еще, когда идет народ Вы особенно вдохновляете Ничего не может быть лучше бани Я согласна Вот этого контраста между холодной, горячей водой и паром Да, если завтра будет время, то, наверное, все же Ты ездишь в русскую баню? Сюда А, по-аниметику? У них цена Да, я помню, да. Мы довольно часто туда ходили, а эти последние два месяца просто вообще у нас настолько напряжение. Да, плохо, что они запретили там веники. Как запретили? Это что? Как интересно. Ну так это не интересно тогда быть веников? А почему? Видимо, влажность повышена, если может, кому-то не нравится. Как веников уже не то-то ощущение. Когда тебя попарит, когда ты погружаешься в холодную воду, вот это настоящее. Вот состояние, а знаешь, как ты выпил, но это немного интереснее. Ты улетаешь. Абсолютно. Абсолютно. Да, да. Ну хорошо, надо идти тогда в другую воду. Есть в Ваверите русская. Вот вторая, да, которая? Да, хорошая, там можно свиньи кормить. Там лучше, чем здесь, но далеко надо ехать. Сколько ты ехать? Ну, в Ваверет ехать сейчас. А, в Ваверет. А еще есть корейская, если вы были. Ну, я очень люблю корейскую. Корейская чудесная. Которая New Life. Корейская тоже. Да, вот здесь у нас. Надежда и Ваверет. Да. Ну, корейская будет рядом со всеми с вами. Да, да. Я очень ее люблю. Она очень хорошая. Я туда участвор ходила. У меня был интересный опыт. Скорейская баня посвящалась вам. Ага. Мы пришли с товарищем. И мы пришли эти четыре часа. Еще никого не было из людей. Ага. И мой товарищ говорит. Слышит. Говорит. И я не могу больше здесь быть. А мы только... Ну, вот. Зашли. Только зашли. И я тоже полотец на волу набросил. Говорю. И мне тоже очень тяжело. Говорит. Уходим? Я говорю. Уходим. И я встаю. И такой пар, как он. Еще раз ударит меня сверху. И я ползком вперед. А он за мной ползает. А это было. А просто они забыли вытащить. Они дали самую-самую мощную работу. Хорошо, что вы. Хорошо. Все хорошо кончилось. Настолько было тяжело, что даже вот боль была везде. Знаешь, как? Говорить ты не мог. Надо было это. Ну, нет. Вот пальцы. Настолько даже пальцы тебя обжигало. Все обжигало. Все. Они извинились перед нами. И это. Открыли двери. Убавили температуру. Ты знаешь, я у меня был такой опыт там. Один раз. Там, в принципе, тяжело находиться. Там очень всегда горячо. В этой комнате. Поэтому я. Ну, я люблю. Заходи быстренько выйти от сюда. Мои любимые комнаты. Комнаты горячие. Когда. Сочная комната. Солевые. Там еще есть конференция зала. Типовая конференция. Это тоже ваша компания? Это наше. Вот это наше. Вот это наше. Из мужских костюмов. Костюмов. А, вот такой. Да. Поставайся. 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 Интересно. Поставайся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, что-то скрывает, что-то скрывает, что-то скрывает, и ты знаешь, что это, еще не знаешь, что, но уже знаешь, что это скрывает. И, не знаю, когда ты встречаешь человеку, у которого другая религия, то сразу пытаться перевести стрелки на свою религию и попытаться, в принципе, убедить в том, что твоя религия неправильная. Это, мне кажется, у нас был разговор, да, и он против ислама высказался. И, ты знаешь, это мне казалось очень враждебным и, скажем, неуважительным. Потому что, если ты уважаешь свою религию, если ты уважаешь себя, то ты уважаешь ее рядом с собой, и уважаешь его религию, тебе не надо сразу прыгать и кричать. Да, я одной вещь не учился. Не говоря о том, что нас разъединяет, говоря о том, что нас соединяет. Объединяет. Объединяет, да. Правильно. А уже, ну, если так, скажем, есть разное мнение, есть что-то, что, допустим, в Коране или в Библии, или вот, оно противоречит друг другу, да? Да. А вот уже можно говорить тогда, когда уже ты имеешь, да, у нас дружеские отношения. Правильно, да. И мы просто можем разобраться. В том-то и тело. Так в этом и весь красота. А когда вот сразу с налета, давай, там, говори. Да. Ведь ты сам не знаешь. Таким образом, кажется, мы дурно влияем для людей. Ну, мы просто, мы не от Бога тогда. Если мы от Бога, то мы должны во всех ситуациях понять. Вот и все. Вот, скажем, мало я изучал славу, но еще и полет на славу. Да. Очень полет на славу. Поэтому говорить... Что-то... Добрый день. Добрый день. Добрый день, красавица. Добрый день. В следующий раз, я надеюсь, вы выиграете. Да. И ты забьешь все мячи. Вот это да. Что? Ты. Вот, Юра, вот, пожалуйста, послушай Юру. Юра чемпион, спортсмен. Вот он тебе скажет, как стать чемпионом. Вот скажи, пожалуйста, Юра, как стать... Как, если иметь в голове желание, чтобы все твои подачи давали число твоей команде, правильно? Все твои подачи. Что такое джинксинге? А? Что такое джинксинге? Что такое джинксинге? Это не дикану. Русский язык. Когда ты как думаешь, что ты говоришь, это тогда случается. Да? Правильно. Да, плачу. И он, когда я с ним ехал в школу, я сказал, сынок, сегодня ты забьешь, ну, точно раз в пять это в корзину. Пять вечера. Печер. И потом я ему, ну, сделал это, пожал ему руку. И когда он забивал, мол, мяч, он смотрел и искал меня среди зрителей. Ну вот, я больше всех кричал. Хотя американцы кричат очень сильно, да? Вот. Я должен был, чтобы он меня увидел, что я даю удобрения. Он забил, по-моему, шесть или семь. Понимаешь? Вау. Да, вот следующий раз. Когда у тебя следующая игра? А, наш монет. Следующую игру. Игру я попробую принять, хорошо? Буду кричать за тебя. Ты должна все, я только застренируйся, все подачи забить. Вот, Майкл Джордан, знаешь, как он играл? Майкл Джордан. Но он сказал, что он одну игру играл. Знаешь, Майкл, он, а не знает, кто такой Майкл Джордан. Она может увидеть, прочитать его. Да, прочитать, прочитать, Майкл. Он одну игру играл дважды. Знаешь, как, один раз в обображении своем. Вот. И он, значит, все делал, как будто бы, как по-настоящему это будет. И он, как когда команда, уже слаженно работают люди. Он знает, кому он будет передавать, или кто ему будет передавать мяч. Как он будет забивать, ну, закидывать его в корзину. Вот. И когда он играл, уже играл по-настоящему, он сделал то, что было воображение его. Ага. Вот. Другой человек, этот, как его, Тайгер, Тайгер Вудс. Я читал про него журнал, называлось, то есть его было, значит, фотографии на обложке журнала. Ага. Нью-Вик, по-моему, да. Нью-Свик, ага. Там написано было, вот, о заглаве. Властелин. Ага. И, оказывается, когда он был маленьким еще парнем, ему дядя подарил, или папа подарил этот, вот этот. Мячик. Мячику подарил. Ага. Мячику, ага. И, значит, обмудирование. Да. И он ни одну игру не пропускал по телевизору, когда, вот, если ему его брали куда-нибудь на какие-то соревнования большие, он очень внимательно следил за каждым. Почему он, ну, стал, или называет его властелином, потому что вот эта игра, я сам играл, я думал, что это игра для пенсионеров. Вот, уже на пенсию идешь, и ходишь там это. Оказывается, она настолько интересная игра, когда сам играешь. Гольф ты имеешь? Гольф, гольф, да. Что он сказал, интересно, или не он сказал, а про него сказали, что это здесь талант, ну, один процент, а остальное все это трудолюбие. Это оттачивание своего мастерства. Слышишь, трудолюбие? Это посвященность, и почему он стал лучше. Это только по той причине, что он был полностью посвящен этой игре. Когда ты посвящен какому-то делу, тогда обязательно будут результаты. Мама будет гордиться. Дочка, ее чемпион. Твоя команда благодаря тебе может выйти какую-нибудь левую, хорошую. Дело в том, что, Лерочка, каждый человек, все, что он не делает, он должен делать исключительно хорошо. Если ты занимаешься чем-то уже, если ты взялась волейболом заниматься, ты должна убедиться, что ты делаешь это настолько хорошо, насколько ты можешь. Это что значит? Это значит давать себе самую высокую оценку и желание, самую высокую цель. Не низкую цель, а высокую цель. Тогда ты будешь к ней добираться, понимаешь? Поэтому вот... А желание отыщет возможность. Да, желание отыщет возможность. Нежелание оправдания. Понимаешь? Один человек, она тоже... Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ага, закрываешь носы. Она все... Она сама может нас научить. Много. Далее. Немножко жизнь прожила. Кое-что знаешь, да? Вот интересный был пример, что же братан парня. Она... Сейчас, извини, пожалуйста. Ты хочешь пойти лучше? Пай? Хорошо, давай. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Нравится мне твой котенок? Твоей котике нравится. Картинка? У нее такой странный возраст. Она, знаешь, такая, как... Как маленький... А нет, я тут просто... Зайчонок. Это как раз в формирование идет. Ты начал историю рассказывать. Историю? Да. Я тебя перебила, чтобы Лере сказать спокойной ночи. Ну, можешь его только... Наверное, уже забыл. Ты что, ты начал рассказывать, я тебя перебила. Начинаешь ставчески слева, что ли? Продолжайте. Продолжайте. Ничего, это все проходит. Все проходит. И это пройдет. И это пройдет. Что-то я никогда не слышала. Ну, вот вчера я начинал, но когда я вечера тут... Ага. Сначала я должен был подготовить этих людей к этой теме одиночества. Потому что, вот Саша, он сразу, давайте тему поменяем, на что-то за тема одиночества. Он не знает, что такое одиночество? Нет, мне кажется, он на чего-то это, потребил вчера. А, окей. Да, поэтому он себя вел, как... Как маленький ребенок? Как маленький ребенок, да. Да, он вел себя, он вел себя добро-небором. Да, значит, Илья просто говорил, что, ну, как важно, это следить за своим состоянием. Правильно. Да, духовным состоянием. Правильно. Потому что, когда ты не следи за своим духовным состоянием, ты можешь деградировать как личность. И привел пример, что один, значит, это автор многих книг, значит, он менеджмент преподает. Лидерство. Я вспомнил его имя, я тебе скажу. Хорошо. По-моему, Марк Артур. Марк Артур. Да, может быть, я ошибся, да? Ну, ничего. Но дело в том, что он говорил, что он как-то шел по Дондауну и увидел витрину, где были надписи и картинки тату. И была интересная вещь такая, что там одна была надпись, где написаны были слова «Рожден для поражения». Он просто вбежал, ну, вот, внутрь этого магазина, где делал тату, и хозяин обратился, а хозяин был к китаец. Он сказал, неужели кто-нибудь есть, ну, сумасшедший какой-нибудь, который бы мог нанести на тело свое вот эту надпись «Рожден для поражения». Китаец где-то минут три, секунд тридцать помолчал, потом сказал, ну, знаешь, говорит, сначала они наносят эту татусть на свое сердце, а потом наносят его на свое тело. То есть, если эта надпись есть, значит, есть такие, которые его наносят. Вот, и я просто напомнил, что больше всего хранимого хранить свое сердце. А от чего нужно его хранить? Его нужно хранить от ненависти, хранить его нужно, скажем, от зависти, хранить его от лжи, вот, хранить его, ну, вот, от всего, ну, что может прийти в голову, от похоти и так далее. Потому что это все может на тебя как-то повлиять, вот, а от депрессии хранить, от стрессов. А потому что с каждым годом доктора, они говорят, что убийца номер один, это является сердечное заболевание. То есть, инфаркты, это из-за того, что люди, ну, как... Не практикуют, не практикуют. Они, да, они не оберегают свое сердце. Ну, вот скажи, как надо оберегать, потому что часто ведь люди думают оберегать сердце, это значит сидеть дома одному и закрытым, в закрытой комнате. А значит, да, вот я уже сказал, что, да, храни себя от дурных помыслов. Да, правильно. То есть, не впускай ничего негативное. Да. Только позитивное. Потому что... Потому что твое сердце, это не гарантичный, скажем, контейнер. Ну, да. Что можно туда все погружать. А вот, и нужно следить, что в твоем сердце. Потому что, вот если ты будешь, ну, допускать негативное что-то, то есть, и говорить, я этого не могу, значит, этого не можешь. И, значит, скажем так, что есть такое насекомое, называется шмель, да? Да. Что ученые начали исследовать эту насекомое, шмель, и они просто пришли к такому заключению, что они сказали, что шмель не может летать. Не может. Потому что его крылья и его туловище непропорциональны. То есть, туловище очень большое, крылья очень маленькие. Да. То есть, это насекомое должно ползать, но почему-то оно летает. Оно летает. И я уже шучу, что оно летает, знаете, почему? Потому что она не знает, что ученые вывели такое... Такое мнение. Что у них такое есть мнение, да, определение, что вот, летает и приносит пользу, то есть, собирает нектар. Шмель сказал, а мне никто не сказал, что... И там же человек не рожден для того, чтобы ползать, для каких-то низких, неизменных, скажем, целей. Он рожден для возвышенного чего-то. Вот, но больше скажу. Значит, вот приехали туристы в одну живописную деревню. И, значит, что они делали, это... Они просто проходили, и гид там рассказывал про всё. Ну, там был один человек, который такой остряк, скажем. Вот любил бросить острое слово какое-нибудь. И он говорит. Там старичок сидел на лавочке, значит. И он просто кричит ему. Эй, старичок, говорю, кто-нибудь в этой деревне родился великим? Дедушка ему в ответ. Нет, в этой деревне только рождаются дети. К чему эта история? Это к тому, что великими не рождаются. Великими становятся. Вот. И когда ты не знаешь вообще, ну, кто ты, тогда, ну, тогда, ну, ты жизнь свою превращаешь в беспорядок. Ты делаешь шаг вперёд, два назад. Потому что у тебя разные мысли приходят. Твоя жизнь, ну, это просто, знаешь, как, это как кто-то говорит, Газманов, по-моему, мои мысли, мои скопуны. Да, да, я помню это. То есть там всё, там просто, знаешь, что сегодня об этом... Беспорядочная жизнь. Да, беспорядочная жизнь от того, что неправильно думаешь. И мы даже не знаем, для чего мы здесь и какую роль мы должны выполнить. По этому случаю есть у меня хороший анекдот. Значит, значит... А вот и анекдот. Да. Значит, морячки прибыли в Лондон. Значит, было у них время, ну, куда-то пойти, расслабиться. Ну, значит, они решили пойти в бар. Пришли в бар, и зарядно выпили, уже не твёрдо стоять на своих ногах. Вот, и когда вышли, вот, знаешь, это... Опустились лондонские эти туманы. Это же значит, что там очень сильные туманы. И они спрашивают друг друга, слушай, а где же мы? То есть, куда нам идти сейчас, ну, чтобы добраться до своего корабля? Уже по времени нам нужно тапать. И вот они стоят рассуждать, куда идти, потому что туманы, и ничего не видно. И в это время идёт в этот бар офицеры. Вот, вышел званием этих парней, морячков. Они говорят, давай у него спросим. Они говорят, эй, парень, ты не подскажешь, говорит, где мы находимся? Он посмотрел на них и сказал, вы что не видите, кто я? То есть, да. Они говорят, о, попали. Мы не знаем, где мы, а он не знает, кто он. Вот. Это, ну, пример тому, что... Это я им тоже вчера рассказал. К тому, что иногда, когда мы не разбираемся с самим собой, то есть, мы ни время не проводим с самим собой, тогда мы не знаем, кто мы вообще, и что мы вообще здесь делаем. И, то есть, никакой пользы от нас нет. Правильно. Нам нужно летать, как этот чмель, независимо от того, кто наши были предки, ну, я имею в виду родителей, дали нам образование или не дали нам, да. Все равно ты можешь подняться, подняться из резины на горную вершину. Очень важно, очень важно, да. Но чтобы себя питать, и питать себя нужно, знаешь, как? Потому что врачи сказали, что от того, чем мы себя питаем, тем мы становимся. И по этому случаю тоже есть такая интересная вещь, что одна тюдушка пришла в зоомагазин, и она решила скрасить свое одиночество. Она подошла к продавцу и сказала, что посадите мне купить? Вот, такого зверька или такую птичку, потому что мне не было скучно. Ну и, значит, говорит ей продавец, знаешь, купи лучше попугай разговорчиво, тебе будет не скучно с ним. Она купила клетку, купила попугая, ушла домой. На следующий день приходит снова в этот магазин и говорит продавцу. Вы знаете, говорит, ваш попугай не разговаривает. Тогда продавец подумал, подумал, сказал, знаешь, что ты говоришь? А вы купите ему лестницу. Он будет по лестнице подниматься, опускаться. И говорит, заговорит. Она купила лестницу. Опять приходит на следующий день в этот магазин и говорит, ну, попугай не говорит, когда продавец говорит, знаете, купите ему зеркало. Вот он будет смотреть в зеркало, попугай ваш, и он обязательно заговорит. То есть он уже разговорчивый. Она купила ему зеркало. Уже прошел третий день, значит, и она приходит на следующий день и такая, говорит, ну, он же ничего, ни одного не сказал слова. Когда он подумал, подумал, сказал, знаете, говорит, купите ему еще колесо вот это. Он говорит, он все-таки, я его знаю давно у нас, он любит это все. Она ему купила. И на пятый день она приходит, вот, и печаль была на ее лице, значит, и когда он ее увидел, он сказал, что случилось. И эта женщина говорит, вы знаете, говорит, ваш попугайчик умер. И тогда он говорит, и что он перед смертью ничего не сказал? Она сказала, нет, он сказал, а в том магазине есть еда. То есть она ему все купила, а не купила ему пищу. Вот. И можно себя, ну, она покупает себе много игрушек, скажем, машин, там, чего угодно. При этом умереть от того, что у тебя нету правильного питания. А правильное питание, вот, это может быть хорошая литература. Это сама, когда ты занимаешься самообразованием, это может быть, ну, все, буквально все, вот, все полезное, что ты можешь в себя впитать. Вот. Жизнь это не просто, ну, веселье. Это не просто, вот, пришел, наслаждайся жизнью. За это наслаждение придется когда-то отвечать, когда намного. Жизнь это... Ну, наслаждение... Когда хорошо, когда на своем месте. Как, правильно, мы должны определить, что такое наслаждение, потому что для меня, например, наслаждение – это работа, да, для меня наслаждение – это быть в моменте. Но вот наслаждение с той стороны, когда ты берешь просто от жизни и ничего не даешь обратно, вот это наслаждение становится поразительным. Это, это поразительный образ жизни. Вот. Поэтому доктора тоже вывели, значит, интересную такую, ну, открытие сделали, что наше тело, оно состоит из миллиарды клеточек. И все эти клеточки живут для тела, значит, они живут 10% для себя и 90% для тела. Не только клеточки мозгов, потому что это компьютер. Это здесь очень много надо думать, они живут 15% для себя и 85% для тела. Если клеточка отказывается жить для тела и живут только для себя, появляется раковая доброкачественная опухоль. Если клеточка отказывается сожить от тела, живет для себя за счет других клеточек, злокачественного, как говорится, рака, то есть это приводит к смерти. Тело, сама клеточка умирает, и все тело умирает. Поэтому паразитический образ жизни вести нельзя. Это рак для общества и рак для себя самого. Потому что люди не понимают, что все, что они делают для общества, они делают прежде всего для себя. Если они кому-то делают плохо, они делают плохо себе, прежде всего, потому что все отражается. Ты делаешь все через себя. Ты думаешь, что ты кому-то делаешь, но ты делаешь на самом деле себе это. Потому что ты тот единственный человек, который это все чувствует. Поэтому я всегда, когда что-то делаю или говорю, если я передиторой выступаю, не важно, это маленькая группа или большая. Конечно, у меня большая группа больше захотляет. Ну, конечно, конечно. Я научился, ну, как выкладывается, и на маленькой группе. То есть, относиться к этому, как будто бы я стою перед ищу. Потому что каждая душа, это душа, правильно, она полнокромная. И вот кому-то, ну, вчера, допустим, многие поблагодарили, сказали просто было, ну, не думаешь, что к этим интересно. Они даже не знали, что они в этом находились, в состоянии. Вот, допустим. Это очень здорово, немножко, хорошо. Может быть, просто они все мне потом начали рассказывать потихонечку, через что они проходят. Может быть, в следующий раз мы начнем, ну, вот, как бы, вот, начнем, чтобы завершить до конца тему. Коротенькие такие вот свидетельства. Свидетельства и жизни. Очень хорошо, очень хорошо. И потом перейдем к вот этой теме, как твой внутренний мир, это... Из чего состоит внутренний мир, да? Да, да. Это очень здорово. Это потому что это будет слово на продолжение. Чтобы не быть одиноким, чтобы знать, что ты можешь черпать силы, вот, из того, что у тебя там есть. Если там что-то есть. Потому что если у меня этого нету, я никому ничего не покудась. Видишь, как здорово. Ты заставляешь людей думать. Меня заставил думать. Я снесли, сидела, подумала, что такое одиночество. И многому сны латы пообсудила тоже. Очень здорово, молодец. Это вот надо инициативу проявлять. Иногда мне, когда в церкви попоеду, они, ну, потом, ну, старшие люди, они говорят, вот, хорошо все, только не надо было анекдотов рассказывать. Или называй их не анекдот, а называй это, типа, знаешь, как притча. Хорошо, я буду притчи называть это. Но я не вульгарно говорю, но просто по теме могу. В том-то и дело. Анекдоты, притчи – это то же самое. Просто разные названия. Все истории Хаджина Савидина, которых я читала с детства, это мудрости. Пожалуйста, называй их анекдотами, называй, как хочешь. Потому что они такие коротенькие, как они любят. И я обожала их. Поэтому надо сердце наш оберечь. От дурных помыслов. Да, сердце оберечь, да. Ну, вообще, знаешь, мне кажется, что когда ты действительно по-настоящему не понимаешь, что ты уникальный и единый сам в себе, со всем мирозданием, то зависть уже не имеет никакого смысла. А зависть – это то, что ведет нас к разрывам и кузовым духам. Это очень плохое. Это качество или это, как это называется? Зависть, кстати, хорошая тема для разговора. А мы на эту тему темно-то говорим. Да, да. Все через это проходят. Все. Никто не следает. Хотелось еще говорить о надежде. Что это очень интересная тема, потому что я сам пережил это. Ну, когда прославку рассказали, да? Да, надежда. По-настоящему отдаваться Богу. Да. Это радостное, счастливое предчувствие, что что-то хорошее будет я ждать впереди. Потому что, знаешь, почему получается, что то, чего мы ожидаем, только на не приходит часто. Вот, и, как говорят, обиды, говорит, то, чего я боялся, то я и постигла. Вот, ты боишься, этого не хочешь, но это приходит, потому что ты сам, ну, как притягиваешься к себе, как магнит, и поэтому не надо никогда говорить, у меня нет денег, никогда не говори, ну, чтоб ты чего-то боишься, потому что ты себе это притягиваешь, ты об этом думаешь, а вот, я говоришь, как не надоело, а ты, вот у меня сегодня, да, ну, говорю, мне что-то сегодня получилось, я шью, ну, сумку туда, и мне показалось, что, ну, у меня раньше так не было, да? Она начинает у меня, ну, плохо шить. Я сам тебе в мысли говорю, Юле надо сказать, что, ну, моя машинка не хочет брать, раз ее сломалось, о, я сказал, я же сам неправильно думаю, что-то ничего не сломалось-то, да? Вот, ну, и только просто она строчит, знаешь, как очень, ну, там, где грубо очень она строчит, ну, строчила, я уже иголку не ломал, наверное, 4 года, 4 года иголку не ломал, и тут и иголка у меня сломалась. Я сказал, все, я должен, ну, сказать, что моя машина хорошо шьет, да, и она будет хорошо шить, вот, и, ну, единственное, что, да, она не может брать титья. Ну, не может, не может, да, на такое дело, когда ты умеешь. Ну, да, но на самом деле, мы сами к тебе что-то притягиваем. Конечно, я в этом мире, я знаю. Да, и ты знаешь, что изначально ты знаешь, куда ты идешь, если ты чувствуешь, если ты тебе доверяешь, по-настоящему, заверяешь своей интуиции, то ты знаешь, куда ты идешь, и ты знаешь, что ты будешь проходить через определенные стадии, потому что это необходимо, и ты будешь страдать, определенные страдания, но в конце концов ты придешь куда ты идешь, да, просто надо идти и не сдаваться, и быть очень уверенным в твоей кровоте, потому что ты знаешь, что ты человек честный, Ты знаешь, что ты работаешь и полагаешь свою жизнь ради Бога, ради чтобы показать красоту человечеству, ради помочь другим увидеть эту красоту, сделать больше красоты в этом мире. Ничего не случится ради как красоты. Красота в отношениях между людьми, красота в отношениях между населениями, народами. Потому что для меня нет никакой другой причины в жизни. И если ты находишь способ выражать себя через искусство, почему я думаю, что очень важно об этом говорить, потому что недооценивают люди значение искусства. А только те, которые действительно испытали, что такое есть состояние возвышенности в искусстве, тогда ты понимаешь, как это важно. Но ты не можешь об этом рассказать, ты должна почувствоваться. Поэтому без того, чтобы сам делать искусство, ты не почувствуешь, что... Сколько человек может сидеть, сидеть вот так, и такой труд, ниточку, иголочка к иголочке, и сколько таких штанов ты за свою жизнь снял? Тысячу, наверное. Ты невероятно, понимаешь? Вот это искусство, вот это искусство, то, когда ты... Это работа. Гений, правильно, это 10%, все остальное это работа. Видишь, он себя нашел в этом. И вот он посвящен этому. Он себя нашел в искусстве. Любому. Сегодня он будет 50-50. Вечером после еще того, как ты идешь. А как ты мне? 50. Там Мадонна такая же. Сужай, ты со спирой до кроханов. Покажем, конечно. Я видишь, что я тут не покрасил. И знаешь, что у меня закончились... Помнишь, это ты стал, что мне нравится, да? Да. Я тебе купил красивый косюм. Да. Очень красивый. И черный красивый тухлый купил. Ну, только для костюма. Да, да. А эти у меня были, они коричневые, потом я их покрасил на черные, все, что мне нравится. А потом у меня эта черная, коричневая краска закончилась. Я покрасил их красным, красная была краска, да? И черным только потом поприснул сверху. И вы знаете, что получилось? Это красиво. И уже, наверное, 5 или больше. Он их пилит. Нет, больше. И они были разные цвета. Да. Он был черный, потом он был черный, потом он был ровный. Европейский крейнг, но это очень красиво. Очень удобная. И они выглядят красиво. Вы понимаете, что-то тебе нравится, ты не хочешь его... Пусть мода прошла, но ты все равно просишь. Ты знаешь, сколько людей имеют... Все люди имеют такие вещи. И не только обувь, но еще и вещи. Почему к нам приходили на клиенты, которые приносили нам рубашку, которую, например, им нравится, или пиджак. Он переделывал, и у них получилась новая. У всех людей такое есть. Музыка такая, что хочется танцевать подняться. Не говори. Вот такую музыку... Я почему говорю, что ночной клуб должен быть в такой музыке? Вот у них музыка сумасшедшая. Сумасшедшая. Я вот когда пришел, и там увидел столько много людей, вот когда, понимаешь, что это... Я походил так. Я... Музыка такая громкая. Там какие-то... Ну, постоял по косла, там столько познакомился с девушками. И мне почему-то хотелось куда срочно уехать. Вот. Уехать. Какого-то взять своего. Потому что я до вас не мог дозвониться сначала. Я думал, не хочу ни с кем вообще там время проводить, потому что я сам в России приехал, но я думал, что у нас там встречу. Когда я уехал в Затроне, там надо было... И потом подумал, а нет, лучше я уже тоже был большой. Знаешь, мы уехали очень быстро. Мы были там буквально 25 минут, наверное. Но это было очень тяжело. Мы... Знаешь, когда мы приходим втроем, народ начинает цепляться. А... Ну, такие... Ребята... мама обычно, которые ходят на тебя и начинают... Или девушки начинают... И ты ходишь и чувствуешь себя как в зоопарке. Поэтому мы уехали быстро. И танцевать там было невозможно. Я встретила одного своего знакомого, Майкла Арбина, да. Он был совершенно пьяный. Как всегда он упал. Он... Он... Очень... Очень серьезный человек, но когда я его вижу в клубах, он совершенно выистит. Я в этом не спрашиваю, внимательно. Почему так все как ты пишешь? Он говорит, я по-другому не могу тебе в клубы выносить. Представляешь, какая радость, да? Все из-за того, чтобы жить, чтобы ходить в клубы, которые ты не можешь выносить, в клубе ты напиваешься просто без стекла, что ты уже не можешь общаться ни с кем. И вот такая жизнь. И что? Это вот жизнь, знаешь, как вот, скажем, животного. Да, абсолютно. Потому что... Да. Как потом его назвать? Ну, не прав. Этот человек уже полностью... Человек просто не уважает себя и... Законы принимает общество, которое совершенно ему не нужно принимать. Слушай, а это вот ваш инструмент это обрежется, да? Как ножик. Вот этот ножик, да. Хороший он, да? Он кожу режет сюда. Да, он... Можно поставить? Да, конечно. Очень хороший ножик. Кожу хорошо режет. Не латый? Дарлин, this knife does cut leather very good? Yeah. For leather? Yeah. Для всего. Да, он... Он... Он может... нарезинен на вот на этом столе. Ты видишь, такая резина просто нарежь. Ну да, у тебя такая... Нет, вот на резине хорошо резать. В принципе, это... Да, и можешь... Можно сделать... Любой формулу вырезать. Поликало, если еще знаешь. Да, очень хороший ножик. Да, он может... Обрез... Снять, например... Взять так... И ножиком снять с твой карман. Даже не заметишь. Да, точно. Он... Он... His hands. Я сказал, You can remove his pocket without him noticing it. It's a knife. I observed that many times. Like... Тук-тук-тук-тук-тук. Gone. You're like a surgeon. You're like a fashion surgeon. That's who you are. Well, that's an interesting name. Не-не-не, он родился в Гане, в Акре. Уехал он, когда ему было 16 лет. 16 лет. То есть он школу заканчивал уже в Северной Киролине. Он родился, вырос в городе в центре Акры. Сейчас уже очень такой большой город. Они прямо на океане у него. У них дом. Дедушка золотых дел мастер. У них золотой остров называется Гана. Там дедушка ему рассказывал, что когда прилит, можно на берегу найти куски золота. Золотой. Да, поэтому его называют золотым островом. И в их обычае всегда очень много присутствует золота. Я тебе покажу. Потом очень красивые наряды. Знаешь, такие золотые кокушники. И золото на лицо наносится. Все в золоте абсолютно. Он говорит, что он вырос здесь в золото. То есть у него... О, пюре. Боюсь и сильно, чтобы не сходить. Очень красиво сделал, да. Даже, но не узко, правда, не пойдет. Это стайл. Вы должны носить его в золота. Вы можете носить золота. Вы можете носить золота. Это очень хорошо. Это т-shirt, тоже. Нет, это очень хорошо. Это очень красиво. Вы выглядите очень красиво. Да. Да, я начинал мне эти вещи нравится. Знаешь, как Юра выглядит? Это меня напоминает французских актеров. Знаешь, как в 1980-х... Мы сделаем фотошут профессиональный с тобой назначим. Потому что... Вы выглядите очень красиво. Да, это очень красиво. Да, очень красиво, да. Но, знаете... Вы выглядите очень элегантно, вы понимаете... Катер Политен. Я люблю его т-shirt. Я люблю... Это красиво. Да, вы могли бы идти везде... И люди могли бы думать, что ты француз. Если ты в Франции... Если ты во Франции... Люди думают, что ты француз. Ты похож на француз. Да, мне все похожа французу. Ты похож на француза. Да. Француз... Ты себя красиво... Знаешь... Я знала француз. Да, знаю. Я и Наташа Чун, когда ты говоришь... А, где-то мы тебя видели. Я говорю, ну, фильм смотрели там, отверженные они. А, отверженные. Он должен быть в фильме. Ты должен играть русский ролик. В Афганистане. Ты должен быть талантливым, потому что мы не говорим английский. Учи английский, дорогой, будешь в кино играть. И он должен играть. Тебе нужно играть. Я на один раз даже сом приснил, да? Ну, так было стыдно, то что. Я это не снимал. Кременовый. Кременовый. О-о-о-о. Это Мани. Окей. Вычешь язык. Будешь играть в нашем кино. Мы сейчас сделаем фильм. Называется «Я тебя все еще люблю». Вот так вот. Мани у нас главную роль играет. Так что будешь не играть. Он тебе надо английский английский. Надо будет. Надо емуいて «Голфррр pars». Голфррр jetzt должен иметь ее. Эн에서는 английского. Вы увидите. Да, мы увидим. Это единственная. Это единственная. Вы должны получить английского Cyberlfrania. Это единственная. классة satизis Лaux Кати. Да, кстати, когда мы будем говорить? Кати. Кати, она очень любимая. Кати. Это вы имеете в английский парень, так что вы можете говорить в английском все время. Вы должны говорить в английском. Следующая разница? Да, каждый день. Каждый день лучше и лучше мою английскую. Да, абсолютно. Если я только говорю с моим русским парень... Вы не будете говорить. Вы не будете говорить. У тебя хорошая ear, так что твоя прононация будет хорошо. Да, просто нужно говорить больше. У кого ты не можешь говорить русский. Да. Ты должен говорить английский все время. Тебя девушка. Ну, это почему я получила американского парень. Вы должны... Вы должны... Скеджу... 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 Мы тебя заскеджуим вместе чтобы пришел. Ну, классно. Походи не лучше. Почувствуй. Это чисто. Это что я хотел сделать для мужчин как его. Для мужчин как его. Да. Так что это показывает... Очень открыто. Нет. Это круто. Это. 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 Релакс. Тебе удобно? Да. Просто они у тебя широкого. И расставлять? Ааа. Расставлять не надо. Ходить в две ноги нужно ходить. И ходить нужно по размеру своих штанов. Правильно. Правильно. Релакс. Релакс. Нет. Он просто комфортно. Он просто говорит, что я не могу лишать палец моё ноги... я не могу лишать палец слишком далеко. Так что, что я не могу лишать палец слишком далеко. На самом деле, вы должны лишать палец. Да. Вот вы. Когда они посчитаны, ты можешь легко ходить. Ну да. Потому что это все будет пошито. Поэтому она будет держаться на тебя на ноге. Когда вы все видите. Да. Да, поэтому ты сможешь спокойно ходить. Да. Интересно, я быстро сел и все? Быстро. В 1 час. Он пока сидел, но стоял я. Это же не было. Час? Час, да? Он сказал, что ты был быстр. Нет, потому что мы с тобой общались. Мы просто общались. Ну, сколько времени? Тема хорошая была. Час, наверное, да? Ты оборонав. Я хочу сделать фотографию с ним. Очень скоро. Тогда я проезжаю. Он вам понравился. Мы ведь уже вып 북한ы, чтобы zien. Это хватило из Transfer F Freeman. Мы не используем повышения. Иначе я вас интересен. Значит, это было видно. Это другая. Я не сделал его. Я люблю его права. Это саня, lemon demais. Я «Мика adфикс». Здесь надо костюм мужский тогда Не обязательно Эти штаны Они могут хоть Свитер Майку Пиджак Абсолютно Эти штаны Любое место Мы сейчас Доскетчуем какой-то шут с тобой Потому что тебе нужно На тебе хорошо такие штаны Окей Окей Ну он же ему так нравится Не нужно нечего Окей Окей Субтитры создавал DimaTorzok